Я хочу акцентировать внимание на том, что кто работает для пассажиров и кто работает, можно так сказать, грубо, во вред пассажиров. То есть новое руководство вагонного участка, которое имеет поддержку Киева, и просто то, что сейчас оно творит, оно прикрывается не то, что нашей железной дорогой Южным управлением, оно прикрывается еще и киевским руководством. Ну, например, решили делать реконструкцию рейда у нас. Ну, рейд – это такое помещение, где у вагона проходят определенную обработку. То есть ремонтные работы, помывочные бывают, но в основном ремонтные работы. Оно закрытое должно быть, и его решили реконструировать. Его решили реконструировать, вот когда пришел новый начальник предприятия. Ну, если ты собираешься проводить ремонтные работы, класть в плитку, строить новую мощную машину, во-первых, надо сделать нормальный доступ, чтобы машины с автобаса могли спокойно проезжать туда, беспрепятственно, чтобы не было никакой угрозы для этого. Руководителю предприятия сначала было интересно начать это строительство, а потом, только после того, как произошло, позаботиться именно о безопасности. В средствах массовой информации в августе месяца прошлого года появилось в новостях сюжет, и в газетах об этом написали, что на территории вагонного участка, это там, где мы работаем, поезд Москва-Юпатория столкнулся с бетономешалкой. Жертвы нет, все хорошо, слава Богу, что жертвы нет, но жертвы могли быть. То есть остался живой водитель, бетономешалка смела поручни трех вагонов, вот такие посадочные, да, вы садитесь, вы знаете, беретесь за них. Вмяло туалет разрезало на одном вагоне, ну, задержка около, там, по-моему, часа полтора была, ну, поезд уехал. Направление Харько-Москва, это такое ожиренное направление, то есть, естественно, это уже какие-то убытки для железной дороги были нанесены. Почему это произошло? Если вы посмотрите в средствах массовой информации, на видео этот материал, он так называется, бетономешалка столкнулась с поездом Москва-Юпатория, то у нашего руководителя предприятия Игоря Федосевича Родиченко, корреспондент из новостей ТНП, пытались взять интервью, и почему это случилось. И вот руководитель предприятия ничего другого не смог сказать, как он просто ответил одним словом, жарко. И все, больше он общаться не захотел. Уголь, который выдается, опять-таки, неоднократно, мы сообщали, еще с октября месяца начали сообщать о том, что уголь поступает к нам токсичный, что он вызывает отравление не только у работников поездной бригады, но и у пассажиров, которые ездят. Это зафиксировано. Я докладывал об этом рапортами. У меня есть жалобы от пассажиров, у меня есть запись проверяющих, которые меня проверяли, которые зафиксировали эту токсичность. Сергей Ермаков присутствовал сам, когда я печку решил почистить, но он там были, находиться не мог вместе с Сергеем Фессуном. Мы не сбежали, потому что там этот угарный газ, он не то, чтобы не давал дышать, он вызывал работу, глаза сразу слезились, невозможно кашель, насморк, что угодно там. И опять, нам говорят, централизованно он поступает с Киева. Это был наш орган восток. Понятно? Хорошо, он поступает с Киева. Но почему вы об этом молчите, что плохой уголь? Почему, когда я получаю в бланке расхода угля в рейс, там мне не указана марка этого угля? Хоть я постоянно на этом бланке сверху пишу, что уголь токсичен, низкая, с малой температурой отдачи. То есть никто на это не обращает внимания, что не только проводники мерзнут, но и мерзнутые пассажиры. Не только проводники страдают от этих сквозняков, но и пассажиры страдают от того, что вагоны утепляются. И подготавливаются к зиме уже в процессе зимы. Но я считаю, это неправильно. Мы решили написать жалобу. Коллективную жалобу написали на начальника дороги. Начальник дороги, ну к нему вообще достучаться почему-то невозможно. Сколько мы не пытались. Начальник дороги перепоручил это своему заместителю. И замначальника дороги Кузьменко нам отвечает, вот есть его ответ, что ребята, все нормально. Уголь хороший. Никакой токсичности у него нет. Ну как, если даже ваши представители были у меня на вагоне, я при них открыл угольный карман, я при них показал этот уголь, при них они видели этот уголь в топке, и когда я вычистил печку, лично я начальник поезда вычистил печку, что за мной не чуждо. Подышали мы этим. Я засыпал, и пока они сидели у меня полтора часа или два, оно не разгорелось. То есть этот уголь не разгорается. Мы топим благодаря тому, что уголь берем в Россию. То есть там очень, как-то с этим дело проще. Приходит наш состав, и там дальше стоит целая платформа хорошего угля, где мы можем подойти и набрать. Ну конечно, это незаконно. Но набираем. Наверное, так же покупаются дрова по пути для того, чтобы растапливать и подгонять температуру. И это же неоднократно. Мы об этом сообщили. Нельзя сказать, что такое положение идут, и были швы в эту зиму. И для того, чтобы немножечко приукрасить конференцию, я приведу один такой случай, который был несколько лет назад, когда я ездил в начальник поезда Харьков-Калининград, который был заколиционным Санкт-Петербургом. И написали мы очередную жалобу на руководство дороги о том, что уголь некачественный, что уголь нам приходится покупать или воровать у нашей дружественной России. Все. И температуру топить им, потому что нашим будем топить невозможно. И находясь в Калининграде, мне идет звонок. Я беру трубочку. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, вместо здравствуйте, там были сразу угрозы, пошли на замначальника дороги Омани звонил о том, что вы приедете в Харьков, а те документы у меня такие тут есть, вы приедете в Харьков, вас встретит комиссия, значит, вы сами на себя уже, сами себе приговор подписали, значит, ну, будем вас прикрывать из-за того, что вы воруете уголь, у вас чужой уголь, значит, все, мы у вас за это сейчас в тракте видах. Ну, понятно, хорошо. Возвращаемся к Калининграду, ну, по случаю, там в случае не предоставили угля взять, и у нас карманы наши пустые, естественно, с нашим углем едем назад, ну, отопить-то чем-то надо, по дороге, там уже на определенных станциях выносили нам дрова, мы эти дрова покупали, и я в карман, в угольный, сложился эти дрова. что вы думаете, мы приезжаем, встречают человек 15 комиссий, первый вопрос, покажите уголь, где этот российский уголь, ну, естественно, тут уже будем на вас одевать. Я говорю, хорошо, вы хотите уголь посмотреть, который мы тут, я в самом лучшем угле, говорю, это вот, открываю дрова. Они, значит, давай же, есть такой прибор, по нам, измеряем температуру котла, давай измеряем температуру котла, говорите о том, что мы не умеем топить, тем углем, который они выдают, мы не умеем топить, они решили нам показать, как надо топить. Прошлись по вагонам, показали моим проводникам, как надо топить, в итоге, когда писали акт заключения, где они там подтвердили, что действительно уголь, токсичные, нет марки этого угля, они согласились с тем, что уголь некачественный, вот, но после того, как они научили нас топить, дрова, естественно, те, которые мы закупили, они нам дрова не выдают, печки все потухли, и вот бригада схватилась за голову, пришло руководство учить наступить, и в итоге все топки на составе, благодаря их, ихнему обучению, они погасли, вот, ну, это было так, то есть мы неоднократно эти вопросы поднимали, поднимая, мы обращались и к непосредственно начальнику вагоновой, сейчас по этому же Игору Федосеевичу, вроде чем-то, мы обращались непосредственно и в управление железной дороги, ноль, ноль. Ну, что у нас там получилось с Игорем Федосеевичем, у нас идет в основном заанхажировано это все с 2001 года, когда я оформлял производственную травму, он не хотел, но хотелось бы сказать именно о проблемах тех, которые сейчас происходят, понимаете, что я хочу поднять именно по вагонномоечному комплексу, который сдался 26-го, 28-го октября 2010 года, но до сих пор он не работает. Люди мои, мойщики вагонов 59-го цеха, моют это все вручную и в январе месяце, и в мороз, и в феврале месяце, создаются приказы, документы вот эти все есть, создаются приказы, людям платят за помывку одного вагона, на минуточку, запомните, это стоит 13,71. В зимний период люди составляются, добавляют им до 24 гривен 63 копеек, это стоит помывка одного вагона, который делится еще на четверых человек, потому что бригада из четверых человек. Люди работают, как вам сказать, они не бригадный подряд у них, они работают по часову, не по часову, прошу прощения, они работают именно на сдельно-премиальном наряде, то есть ущемляются их права. И вагономоечный комплекс до сих пор не работает и не функционирует. За этот вагономоечный комплекс наше руководство Игорь Федосеевич, Сергей Васильевич Горбенко получили ордена. Ордена получили они премии, ордена, то есть почетные люди транспорта. Ну, проблема это уже с вагономоечной машиной, вроде мы опубликовывали все. Сейчас у нас это на данный момент стоит очень много денег, понимаете? на данный момент я хочу сказать поднять проблемы те же самые, которые есть и на прачечном комбинате, в котором я тоже работал, это было где-то 5 лет назад. На данный момент при приходе руководства Игоря Федосеевича при приходе его, то же самое, в 2010 году было произведены поставлены дозаторы. Дозаторы для жидкого порошка, который должен поставлять, вы, наверное, имеете представление, на каждую машину стиральную должен поставлять, сколько там по норме заливать и все это остальное. Затрачено было миллион триста тысяч, но эти дозаторы с первого и до сегодняшнего дня не работают. В эксплуатацию они не сдавались, совершенно не сдавались в эксплуатацию, понимаете? До настоящего времени. Вот, люди заливают стиральной машины кружками этот порошок, все это ерунду происходит. Сейчас собираются они, привели подряд чека, на данный момент это буквально две недели назад. Это люди говорят, но они просто боятся выступить, официально прийти к вам и рассказать эти проблемы. Но я работаю уже, говорю, очень много. Заливают кружку, и сейчас заключается договор с той же фирмой, которая заключала все эти проблемы, вроде как 63 тысячи, чтобы они обслуживали эти дозаторы для подачи мыла. Но буквально две недели назад мастеров на прачечном комбинате были забраны объяснители за то, что эти дозаторы не работают. И Рудиченко Игорь Федосевич сказал открыто людям, что вы будете платить за неработу этих дозаторов, которые не поставляют и которые не были сданы в эксплуатацию. У них даже чертежей нет. Понимаете? Редактор субтитров А.Семкин